Пару слов для друзей с интернета, наших ютуберов. Ютубера приветствуем, друзья! Давненько мы вот не рисовали, тут в субботу вообще пропустили. Старшая группа у нас решила отдохнуть. Ну, плюс 17 градусов на улице, какие занятия, я их вообще понимаю и поддерживаю. Вот, сегодня рисуем опять очередную веселую картинку, как я их называю. Какое-то у нас, так сказать, море, маяк, вроде как даже камчатский маяк на каком-то мусу. Работа интересная в плане вот тональности. Вот мне она чем понравилась? Может быть она вам неинтересна с точки зрения эстетики, но с точки зрения вот решения акварельных проблем, она интересна, потому что здесь четкие планы, хорошие градации, как бы интересная тональность, интересный колорит. Но, смотрите, пигмента много надо, небо большое, пигмента много. Не спешите, работа несложная, но она требует такого, тут хочется такой эстетики цветовой. То есть нам нужно все равно в итоге серый, 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 но теплый. Вот, и, в общем-то, смотрите, у нас опять же линия горизонта чуть-чуть выше, чуть-чуть выше середины, чуть-чуть выше середины. Значит, смотрите, какая история. Облака мы будем набирать более-менее вертикально, потому что они такие махровенькие, да, вертикальные. А вот просветы между ними нужно закрыть горизонтально, то есть поэтому сейчас, не надо стараться все небо закрасить, мы делаем, а? Не, у тебя нормальная. Делаем сначала три таких горизонтали. То есть прям закрываем широко одну, и, смотрите, они немножко как бы под углом идем. Вторая, просветная часть, и немножко третья, которая светится над облаками. Все не закрывать, то есть у нас должно быть, вот мы цвет вносим широко, вот прям замазали, молодцы. Смотрите, они идут немножко в перспективе, то есть облачка всегда делаем, что-то темновато у вас немножко, ну, может быть, перетемните просто будет. То есть у нас всегда облака идут, как бы вот какой-то истории такой тоже с перспективой, не параллельно. Оль, у тебя холодноватый получился. И вот смотри, у тебя, поскольку хлопок, ты все делаешь медленнее и насыщеннее. То есть ты вот прям берешь, видите, как ворота, не надо уже торкать, чтобы ворота закинули. То есть это вот то, что касается того свечения дальнего за облаками. Ну, они тепло, что тяжелые такие, да? А теперь ищем как бы серенькие, уже такой голубоватый, ну, то есть уже цвет вот этих вот серый, но холодный. Цвет дальних сначала облачков. То есть начнем потихонечку заходить. То есть прямо в этот же добавляете что-то. Я вот опять же люблю вот эту лавандую добавить, потому что он не такой насыщенный. Ну и что-то можно из как бы из холодненьких. Капельку коричневого, капельку можно какой-нибудь сепии. Вот такой вот, он тоже такой вот похолоднее, но он уже такой, видите, серенький. Буквально два мазочка. Вот уже другая история такая. И значит, смотрите, теперь мы уже набираем такое махровистое. То есть если у нас освещение есть, то теперь нужно набрать тело этих облаков. Они, в принципе, все параллельные, горизонтальные, поэтому ничего такого сверхъестественного. Ну, единственное, что, смотрите, свет все-таки, если посмотрите, там свет пробивается определенный, поэтому, ну, под каким-то углом, ну, например, можно слева направо начинаем прям заводить сначала, ну, дальние какие-то облачка, да, вот дальнее облачко идет, вот он такой дальненький. Не старайтесь их сейчас прям слепить друг с другом плотно, да? Центральное такое большое облако у нас идет. И вот мы его начинаем на границе, где у нас светлое, светлое и светящееся, он прям такой. Только старайтесь, чтобы это все за один раз было и так пушисто, да, ну, подсоренее, то есть все-таки это облачко, да? Да, ну, тут не хочешь, чтобы много раз в одно место заходили. Это вот такая нависающая, нависающая история над морем, то есть оно длинное. Попытайтесь собрать его. Не получилось, не получилось. Смотри, это все-таки масса, то есть это пятно. То есть вы нарвали отдельных клочков. Ксюша, молодец. Так, Ксюша, лент темная слишком. В принципе, все то же самое, ну, посмотрите, мы, опять же, мы сегодня ищем градации. Только еще потемнее и похолоднее. Можно капельку коричневого у него добавить, потому что она такая более свинцовая. Морские истории, они такие любят, более утяжеловесные. Ну, может, даже капельку фиолетового, если хотите. Она не помешает. Но только замешивайте хорошо, потому что, смотрю, вот у тебя несколько цветов смешалось в листе. То есть цвет надо замешать на палитре. На палитре, а не на листе. Ну, в принципе, вот коричневый, эвеловый какой-нибудь. Вот, и последнее облачко, оно у нас идет. Только смотрите, оно интересное. Оно, вот, ну, как бы вам, я не знаю, вглядитесь, вот, в районе, где маяк, сверху, видите, свет такое, свечение. То есть мы сейчас будем начинать из-за листа, из-за листа, но я пока гулял, уже больше всего высохло. Но здесь где-то еще можно сделать, чтобы было примыкание не прям наглухо к листу. То есть там еще, ну, светик должен быть. Ну, мы сейчас потом посмотрим, подвытрем. Ну, пошли, погнали. Третье облако, более плотное, нависающее, также вот свисающее такими вот. Только смотрите, нужно сохранить и свет, и желтый где-то, и предыдущий где-то ставить белый, ну, то есть такой уровень дать. Ну, и рваненько, 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 потому что это последняя облачко, самая такая она у нас. Где-то светик оставили, ну, закрылись по нему. Все, оно у нас пошло, 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 пошло. Где-то вот так вот. Здесь получается помягче, средненькая, и самая верхняя, как бы, история такая темная. Ксюш, выводи прям за край листа. Лен, очень темная. Ты смотри, и опять же, это все должно быть в одном колорите. Вот эти три цвета, это один и тот же цвет, только в разной истории. У тебя разные цвета. То есть они должны быть все равно взаимосвязаны. Не забывать, что вот предыдущий цвет и последующий, это одни и те же цвета. Ой, много коричневого. Да, добавь чуть-чуть, посинее. Ну, можно еще даже поплотнее местами. Чем-то, цвет очень важная история вообще в живописи, потому что, даже если вы научитесь форму изображать, но цвет нужно подбирать. То есть живопись, она как бы все-таки это цвет в первую очередь. Ищите цветики. Можно даже где-то поднасытить. Его еще хоть, чтобы прям нависала эта история темная. Ну, над морем. Можно второй раз пройти капельку. Не везде, но где-то добавить. Чуть-чуть темноты. И можно этот цветик где-то еще повторить. Повторить на предыдущем облачке, если хотите, где-то дать, ну, низ, толщиночку. То есть мы можем дать вот этим цветом. Подчеркнуть, что вот то облачко, оно где-то снизу немножко вот такое. У нас, если посмотреть, будет поинтереснее по форме. Ну, такая глубина у нас пошла, серенькая. Ловите небо, по цвету очень красиво у тебя. Тебе еще, чтобы форма интересная была. Значит, моем кисточку, как всегда, и начинаем высветлять, убирать то, что нам не надо. То есть, ну, видишь, что у нас за счет перерыва что-то подсохло. То есть теперь нужно вот эти моменты, которые мы получили, усугубить их. То есть нам нужен свет. А свет, чтобы получить, надо вытереть где-то лишний пигментик. Нам надо теперь в этих облачках поискать. Маша, все равно зеленое у тебя. Я не знаю, почему-то такое понесло. Уже получше. Уже получше, но цвет более серый. Гаси коричневую, гаси охрами. То есть можешь коричневую просто добавлять. Ты очень много льешь воды. Все убрал, у тебя нет формы. То есть по цвету интересно, но ты потеряла всю прелесть вот эту вот по слойности. Все смешало. Как же за вами глаз да глаз-то нужно за всеми? Чувствую, что можно еще поднасытить его тоном. Тяжелое небушка. Тяжелое. Тяжелое. Под утяжелим. Особенно то, что над нами висит эта часть. Такое оно. И не штормовое, но и не легенькое. Облачка, облачка. Все, немножечко поделали, как бы оставляем дело сохнуть, потому что под испортите. Следующий момент. Смотрите, у нас какая история интересная. Здесь сухо, но это и хорошо. У нас с вами большой кусок моря. Но море светленькое, море светленькое, все как бы строится на его основе. То есть оно, в принципе, погоды нам никакой не делает, на нем такой за счет небольшой глади общий свет какой-то есть. Но нам нужно его закрыть, сейчас будет просто массой, а все остальное берег и дальние берега, оно пойдет у нас поверх моря. И в принципе даже этот маяк тоже давайте сделаем поверх моря, чтобы вам не усложнять жизнь. Вот здесь нужен красивый, вот он смотрите, он чуть-чуть холоднее, чем вот это наше светящееся небо. То есть это как бы светящееся такое вот отражение неба в воде. то есть это какой-то светленький, но такой серебристый цветик. То есть опять же охра, чуть-чуть охрочки, чуть-чуть каких-то голубеньких. Капельку можно даже изумрудного туда добавить. Ну то есть очень легкий, такой, мы не видим цвета воды, мы видим в большей степени цвет такого отражения. даже на каплю фиолетов туда можно. Вот такой вот интересный цвет, серый. Я вот его буду закрывать прям сразу же большой кистью, потому что в этой истории хочется широты. Можно попробовать и маленькой, но лучше большой, потому что нам надо по большому счету вот такой клин сюда закрыть. То есть это, видите, вот такая перспектива цвета. Значит, набираем этот цвет. Сейчас я его набираем широко. Я могу поделиться кисточкой. И нам здесь не надо никаких сложных переходов, не надо никаких как бы форм. Но нам хочется, что где-то получить его не совсем пропечатанный. То есть нам нужно где-то получить светлую, светленькую такую фактурочку каких-то бличков. Поэтому прям примыкаем к небу, все остальное поставим сверху. Параллельно листу можно широко, можно это делать. Делаем несколько горизонтальных таких мазочков широких. Сейчас мы вот так вот, видите, по-сухому. То есть, чтобы море прям было счастлив. можно и строительный. Я вам сейчас поделюсь. Мне самое главное, чтобы у вас получилась вот эта непропечатанная история. Раз, два, три тона. Дальний. Он очень похож у нас по цвету облаков. В принципе, можно его даже повторить. Дальние вот эти горочки. Мешаем. Примерно то же самое, что на небе, но чуть-чуть поплотнее, поматериальнее, потому что все-таки эти горы. Поэтому коричневый, фиолетовый. Такой. Но смотрите, сильно не увлекайтесь, потому что он все-таки дальний. Какой-то сложный такой цветик. Я вот что-то такое. Такая серятинка тоже. Такая серятинка. В общем, в любом случае, смотрите, сначала начинаем с горизонтальки. То есть, ищем чуть выше середины. То есть, у нас получается не делите пополам. Если лист пополам, где-то вот немножко, если что, потом морем еще дотянем цвет. Нужно сначала посадить, но и так, чтобы у вас еще не влезли вот эти дальние горы в небо. То есть, нужно найти фрагмент, чтобы у нас был просвет еще на небо. Поэтому где-то сажаем горизонтальную линию, просто ровно, горизонтально. сделали его. И сразу же на него начинаем искать вот этот верхний силуэт. Он интересный, не повторяющийся. Ищем этот силуэт, прилипляем его к этому. Прям повторяйте то, что там на горизонте. Как идут эти вот дальние горы чуть выше пошли. Не старайтесь его сделать идеально ровным. То есть, он такой вот какой-то там весь чуть-чуть. Самый дальний. Да, 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 самый дальний. у нас идут насквозь. Ну, смотрите, в правой части после середины нас интересует только верх. Там низа уже нет, потому что там то, что за маячок заходит. Можно там, где маячок, разорвать, но можете пока не разорвать, мы сейчас протрем, если что. И ищем вот этот верхний силуэт. Он нам интересен в плане примыкания к небу. ищем, как эти горы, косогоры у нас могут выглядеть. Не спешите, то есть он должен подниматься где-то такой рваненький, он должен быть живой. Живой, 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 живой. Живой, неоднообразный. Значит, смотрите, дальше теперь. Теперь низ немножечко нужно в одном местечке у нас, видите, где следующая гора будет начинать чуть-чуть подвысветлить. Ну, то есть этот переход внутри прямо этих гор. То есть мы вот их сделали верхний силуэт, сделали нижний. А внутри там как бы дымка такая. То есть мы теперь внутри горы вот этой нужно взять просто убрать часть пигмента в том месте, где у нас с вами следующий как бы уровень идет. Ну, просто вот кистью взяли размерчик. Значит, примерно здесь, где у нас, ну, я так оставил. Смотрите, как делим пополам лист и еще раз пополам примерно, где у нас будет с вами маячок. Маячок. Ну, дырочку оставляем, но можно просто промыть кусочек, ну, или губкой, или кисточкой, чтобы у нас был там все-таки светлый фрагмент. Светлый чуть-чуть вот здесь, чтобы нам мягкое тут было. Прямо можно вот так вот, да. Пока так, чуть-чуть. Просто мешаем какая-то светленькая, светленькая светленькая, светленькая, почти водичка, серенькая база, то есть, чтобы нам хотя бы его геометрично с вами, ну, потому что день не освещенный, он уже со временем, я вот чуть-чуть охар добавил. вот такой он светленький. И нужно, нужно сейчас будет просто закрыть обычный, как бы такую, смотрим, трапецию. То есть, мы сейчас не смотрите на то, что это маяк, все остальное. Нас интересует такая простая трапеция. Снизу мы ее ставим горизонтально, ну, примерно, то есть, вот смотрим, где у нас он будет, да. У него соотношение ширины и высоты, ну, не один к двум даже, он чуть-чуть, как бы по форме. Ваша самая главная задача сделать симметричную форму. может сверху, может снизу. То есть, мы просто делаем где-то до высоты, чуть-чуть расширяющиеся книзу. Вот одна линия правая, левая. И с такой же ширины, не делать его такой очень толстым. Вторая, ну, так. Ровненько. Вот он такой серенький. Потом мы на него будем заводить плотный тон вот этих полосочек. Наша задача, чтобы вам хотя бы была привязка к рисуночку. Это то, что касается нижней части расширяющейся. Вот она с нескольких разов. Главное, ровно. И сверху у нас продолжается она. Пока мы этот вот балкончик не рисуем, там просто прямой прямоугольник стоит. Просто прямоугольник. Единственное, что смотрите, он разрезанный, у нас одна часть там как бы светится, соответственно, мы для прямоугольничек с одной стороны делаем прямоугольничком и такой ступенечкой, потому что там как бы вот балкончик. Вот у нас такой прямоугольничек. Просто поставили сверху прямоугольничек. Шляпу, шапочку, как бы вот эту на нем пока рисовать не надо, нас не интересует. Простые формы. Все, молодцы. Помните, этот цвет теперь берем точно такой же, только чуть темнее. Ну и меньше. Там маленькая скалочка вторая. Второй уровень. Второй уровень. Холодненький, коричневенький, каплю фиолетового. Он уже потемнее, поплотнее. Но в то же время до сих пор такой где-то коричневый можно у него. Очень напоминает предыдущий цвет. У меня вот не напоминает что-то такое. Значит, его нужно будет сейчас точно так же посадить сначала с нижней прямой линии. То есть нам что, нам очень важно найти, найти, как он садится на воду. Но смотрите, он чуть-чуть ниже. То есть мы вот начинаем сейчас с прямой линии. Ну где-то она у нас там до... Тут удобно, на три части делим. Где-то на 5 миллиметров ниже, чем предыдущий и делаем это же идеально горизонтально. То есть вот сделали горизонтальную линию. Сделали горизонтальную линию и теперь к ней же ищем просто какой-то верх. Второй уровень наших вот этих вот скалочек. Скалочек, скалочек. И куда-то они туда пошли прямо вот немножко даже вот наверх. третий тон. Третий тон. Самый темный. Вот там уже... Слишком тонный. Там уже вот эта гора такая прямо она, видите, такая свинцовая, тяжелая, материальная. Третий берем. Третий, третий, третий. Можно же в эту краску добавлять просто коричневого еще, синего, капельку фиолетового. То есть тяжелая история. но она, видите, уже такая с намеком на то, что это уже не тот воздух, который вдалеке, это уже скалы, камни, то есть это уже коричневое в базе. Она такая плотненькая. Коричневый, синенький, нормальный. Дает такую тяжесть цвета. И здесь самое важное будет вам обойти нашу вот эту историю с маяком, чтобы у вас там осталась четкая граница. И опять же, что ищем? Что такое там? Ползет прямо в воду. Следующий уровень, который нам уже тоже начинается в прямой линии. Но она уже более глубокая. То есть у нас следующая прямая линия, следующий как бы следующий выступ начинается. И ее ведем до маяка. То есть сначала начинаем снизу горизонтально. Стараемся ровно. Ведем, ведем, ведем. И где у нас маячок, мы ставим ее вот так вот пряменько. Стараемся в маяк не лезть. Вот маяк сыроват, конечно, но придется кистью спасать его. Если сыровать, то лучше миллиметрик не дойти. Я вот посмелил. Нам важно, чтобы здесь было хорошее примыкание. Лучше пару миллиметров оставьте. И продолжаем его соответственно за этот цвет, за нашим маяком. Но он у нас, видите, туда уходит не до конца, потому что начинается какая-то гора. Поэтому нам здесь нужно получить еще вот такую какую-то сложную геометричную форму. Вот так. Цвета, кстати, и не хватило. Нужно еще добавить его. Как я ярко. Аккуратненько, аккуратненько. И также потом начинаем выводить вверх. Выводить вверх. Совсем какой-то фиолетовый маяк. И вверх у нас такой он интересный. Видите, там главный маяк. Маяк обходим, маяк обходим ровненько. Прямо была история. Вверх такой. Со скосами уже с уступами. Что-то мне не нравится. Слишком синий в какой-то момент. Темная-темная такая скала. и за ним она высоко продолжается. По большому счету просто набор пятен. Светлее, темнее. Вот. И между ними гранички где-то протереть, чтобы они все-таки отличались друг от друга. Пусть там будет такой воздух немножко. Потом, когда подсохнет, можно будет нам... Ну, мы порисуем еще более четкие силуэты. Сейчас пусть это все будет достаточно акварельненько, но... вот так. Значит, у нас тут два домишки простенькие. вот к этому серому нужно просто добавить еще один серенький, но похолоднее. Можно более голубоватый. Слева, видите, такая... как пристроечка, как, видимо, вход какой-то хозяйственный. То есть, мы прям к этому маяку простая форма. Просто примыкание со скошенной крышей прямоугольничка. Но в нем самое интересное момент, там еще какое-то окошечко, то ли дверь, то ли окошечко есть. И вот немножко крышу сюда так вот уводим. Ну, простыми геометричными формами. Вот она такая вот какая-то здесь пристроечка есть. И внутри там какое-то окошечко даже можно его будет оставить. Но, смотрите, низ у него как бы косой он уходит за пределы этого холма. Поэтому здесь просто все простые формы. Вот просто геометрично такой пристроили сюда. штучку. А крыша у него потемнее, но мы ее потом сделаем отдельным слоем. Просто еще такой чуть с выносом. А с левой стороны у нас торчит крыша какого-то дома, но он ниже маяка. Ну, уровень есть. Раз он у нас там в природе существует, мы его сделаем. Просто коричневый. То есть не надо тут ничего сложить. В это добавили. Добавили. Там перспектива. Такая хорошая. То есть мы сажаем туда вот этот домишко. Домишко тоже у нас интересует больше примыканием к маяку пятно. И у него обычная крыша вот такая какая-то треугольная там торчит. Такая крыша. Нам главное интерес чтобы был только крайний силуэт этой крыши. В получается что он прям стоит вот так. Такой треугольничек и какой-то там только маленький фрагмент мы видим стены. Вот такая совсем маленькая история. Потом сначала одним силуэтом закройте потом мы его затемним. Наша задача сейчас просто обозначить пятнышко. Пятнышко которое примыкает вот так. Это чтобы у нас все было архитектурно примерно точно. Теплый желтый оранжевый зеленый вот тоже меня хоть пофоткать что-ли. Рваненько ну потому что это какая-то тут там кочки. Единственное что когда крыша подбираться маленький миллиметрик там оставьте чтобы зелень не сожрало нашу архитектуру. Лучше потом подкрасим. Маленький беленький просветик. Пока все светло. То есть не надо мы потом в нее теме зайдем. смотрим где у нас тут что-то растет. маяк он крупными прям такими формами такая крупная трава. Ну и вот она у нас здесь прям почти до самого края. Такая трава. травушка травушка бережок травяной. Главное не старайтесь прям делать аккуратно. такая там какой-то рельеф и все ей закрыли все пока одним цветом чтобы вам не путаться. Вот одним таким пятном все просто. Только смотрите у нас там вверх я до верха не доводил здесь светлое пятно потому что там другой кусок горы идет молодцы оставьте его он там более темный вот свет задали и сразу пока все живенькое нужно теперь взять ту же самую зелень только с коричневым уже немножко и сделать ну там видите же теневая где-то есть подкочки низиночки какие-то рельефчик мы теперь его с вами берем в этот же цвет просто добавляем немножко более плотного зеленого смотрим где у нас есть вот где-то здесь пятнышко такое потемнее чуть-чуть пусть все сырое будет здесь где-то продублировали за домиком потемнее у домика потом то сверху какой-то травенчик обязательно сделаем но сейчас просто чтобы было немножко по рельефу посложнее по пятнам свет и тень буквально задали какие-то пятна и дальняя горочка там совсем зеленая такая у нас в тени идет она в свет попадает верхняя маленький фрагмент сделаем потемнее похолоднее позеленее ничего страшного короче закрой все теплым цветом сначала низ весь а потом его соответственно нужно будет затемнить и делаем еще один уровень еще одну горочку вот такой выходящий туда зеленый и сводим эти цветики едва 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 касаясь чтобы они даже чуть-чуть подразмылись и вот наши слои с вами сошлись итоге получается у нас пошло теплый потом зеленый фиолетов серый и светлее вот такая опоясывающая светом история здесь можно опять промыть чем прекрасен маяк почему я выбирал референс вы посмотрите на нем нет перспективы то есть вам он снят с такого ракурса что здесь абсолютно плоские формы и вам это легко на начальном мы его можем спокойно нарезать прямоугольниками самое главное мешать бордовый цветик маяковый он такой старый он уже даже не красный это такой темно бордовый уставший может стул себе взять я чувствую спина уже шея не гнется только посуши берите верст он вообще выгоревший то есть какой-то красный капельку фиолетового такая вот даже капельку коричневого погасить можно такую теплая бордовая история значит вверх чуть-чуть светлее полоска будет чуть-чуть темнее но начинаем как бы сверху то есть надо найти сначала вот эту вот крышу плоскость на которой стоит вот этот полукруг вот он начинайте его делать горизонтально просто вот эту поставить я уже накривлял горизонтально плоская кисточка она все-таки позволяет делать то есть это та база на которой стоит на которой стоит наша полусфера ну а ее теперь можно полукруг круглого кисточка можно большой сделать просто пол окружности полуокружность простая геометрия только смотрите она у нас чуть-чуть отступает то есть нам важно чтобы был как бы выступ такой как шапочка то есть здесь уголочек начали здесь отступили и просто вот какой-то такой рука тоже более-менее ровный полу полу сферу и прям ее просто все закрасили потом можно подкорректировать внешний силуэт самое главное что это сделать одной такой заливочкой ну постарайтесь симметрично симметрия конечно сложная история в акварель вот у нас начинается верхняя история и сверху значит у него есть как бы такое навершение там чуть-чуть форма то есть там получается переход такой и видимо сверху то ли маяк там то ли лампа и прям обычный еще один шарик как такая детская бутылочка с соской вот такой силуэт простая форма затянули его цветом а для того чтобы все-таки это сферическая форма и там есть свет придали теперь нужно будет просто когда сделаете плотно снять сверху пигмент чтобы у нас был засвет туда вот просто кисточкой один и например свет у нас слева падает по одной плоскости два мазочка таких снимаем вот у нас сразу достаточно сухо потому что уже начинается просто такая геометрия что она надела нам нужно теперь сделать внешний силуэт это в верхней части где там у нас фонарь и самое главное там же у нас как бы такая сеточка она начинается прям продолжение нашей с вами с вами этой вот шляпы абсолютно вертикальная просто серый просто серый чуть меньше половинки как бы отсекаем и там внутри такая как решеточка просто геометричную решетку прямо вот этими простой кисть позволяет нам делать легко несколько таких вот форм вот она у нас там сама она немножко продолжается маячок мячок и можно вот это само тело маяка теперь немножко затянуть тоже поплотнее чуть-чуть то есть она чтобы отличалась отличалась от она же темнее немножечко теперь можем его акварельненько протянуть по внешнему сегодня плотненький ну можно коричневый еще добавить чтобы он все-таки был такой не очень насыщенный цвет старый такой цвет и смотрим где у нас они начинаются можно даже снизу начать можно сверху просто полоски не надо ничего усложнять можно даже на ширину кисти делать единственное что они должны повторять силуэт силуэт формы вот я где-то начну снизу ну и старайтесь делать их параллельно друг другу можно подправлять чтобы они вот смотрите прям параллельность листу то есть здесь горизонталь очень важна для нас ну и расстояние между ними примерно одинаковое вот одну сделали следующий отступили примерно столько же кисть и опять же горизонтально сделали еще одно полосатенький наверх и еще одна полосочка у нас идет прям в одну заливочку чтобы это прям была такая не грязюга такой маячок и последний она идет чуть поменьше она идет как раз под балконом у нас получается тоже горизонтальная и вверх такой мы делаем абсолютно плоский простые формы иногда сложно рисовать именно в плане геометрии то есть полосочки сделать тоже сложно соответственно там даже на них не видно объема но я все-таки предлагаю чуть добавить в том плане что все света куда-то падает эта сферическая форма можно где-то с одной стороны чуть-чуть на всех протянуть немножко света так вот на всех формах чуть-чуть но не увлекаемся в перспективе параллельно листу то есть ну теперь начинаем это делить историю на фрагментики то есть раз тут какая-то такая два три четыре простая геометрия самая единица что-то эти линии они как бы продолжаются то есть вот эта линия идет дальше туда 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 детали все какие-то нужны когда форма плоская все но хочется заполнить каким-то каким-то содержанием декоративненько так но зато более-менее понятно не было такой зализанности ржавчины такой-нибудь рыжий в виду тоже сухой кистью грязи что-то там стекает то есть чтобы это было такой вот все поживее немножко не так не так сухо вот пятна ржавчины к траве нашей вот она теперь уже такая теперь уже может сделать травку тоже не старайтесь сейчас ее прямо нарисовать просто сухой кистью нашей такой коричневой с зеленым где-то добавить уже некоторые бежу сделали добавить фактуры на нее такой торчащий то есть там все-таки какие-то колочки это не то не то трава скажем так рельеф вот так вот он склонистый кочкообразный живинку добавить на маяк там заходит какая-то трава начинаем круглить такие истории живинки ну немножечко потом можно быть тоненько конечно какие-то красивые травинки но не хочется чтобы у вас здесь было прям подробно все не люблю эти подробности немножко такая скудная там природа она все равно не такие луговые травы как обычно где-то здесь это такая чуть-чуть растительность из двух каких-то половинок у нас все равно оставить беленькую а внутрь добавить цветик вот так но у нас там совершенно непонятно где конек где крыша где все остальное то есть тоже начинаем добавлять туда просто контрастные формы детали вот у нас что было понятно где что вот так дом и такая крыша туда пошла на крыше там кстати доски какие-то в этом можно прям даже вот сделать ну уже подсохло поэтому на ваше усмотрение деликатненько но я даже немножко с рыжинкой такой это посажу себе чего-нибудь кустистая передний план он любит какие-то детальки но очень-очень-очень-очень прозрачно потому что мы сквозь него видим какие-то буквально листики без пола без всего просто вот такая зелень растет достаточно высокая она почти доходит до горизонта но опять же кто уверен что вам там надо лучше с зелени начинать не с веток сначала листву посадить тебе будет понятнее куда ты ее выведешь а потом уже на нее сделать пару веточек засохший ну засохший тоже может быть какой-то куст а потом уже к нему можно сделать пару каких-то палочек веточек причем сделать их такие немножко из-за листа выходящие они как будто куст сам за листом то есть его не видим буквально несколько потом можно быть лайнером тоненькие листики сделать а сейчас просто забить сюда цветом что форма здесь такая идет по сухому теперь можно их в общем-то еще раз продублировать у меня здесь подрасплылось а хочется сделать все-таки чтобы было четкое их разделение поэтому можно это дело сейчас подрисовать где-то добавить еще такой тончик туда деталях не бояться то есть будет третья какая-то градация там и например найти как она с водой там где-то соотносится чуть-чуть буквально наслаивайте один тон на другой они дадут вам интересный какой-то рельеф там хоть там и туман но там все равно что-то какие-то видны видны у нас еще пики не пики вот и главное аккуратно подвести теперь еще к маяку здесь не хватало тона и за него выходит какая-то горная история а вот темный хочется еще темнее сделать второй слой он уже прямо хорошо ложится почти черная краска но совсем черную не стоит брать можно черную смешать с этой вот нашей с красной будет такой они против деревьев да и начинаем просто теперь собирать вот этот вот ну как бы ну площадка по которой ходит наш смотритель маяка она выступает сюда за пределы формы такая у нас геометричная вот у нее там ограждение есть только старайтесь все делать ну как бы так сказать симметрично и упорядоченно то есть там ритм определенный он присутствует здесь такие какие-то удерживающие конструкции здесь все темно можно даже закрасить подпорные какие-то формы такой конструктивизм ну и соответственно там идет бортик и идут прям такие перельца плоской кистью это все конечно решается очень просто поставили где-то все все такой формы решается и можно значит соответственно потемнить да подобавлять тени теперь на всякие детальки наши туда тень подверг тень под шарик тень немножечко этот красный потому что вот этот бордовый он тоже сделался стоит вот эти красные полосы они тоже из листов каких-то стоят то есть туда тоже можно вести небольшой контур можно нести какие-то фрагменты то есть немножко оживить всю вот эту вот историю дополнительными какими-то деталями то есть не везде но можно немножко сидела вот про уплотнять такая материальность получается не просто у нас собраны из каких-то пятен красочных это такая конструктивная история листы какие-то там тени самое главное все равно немножко элемент должен быть у вас небрежности иначе это все превратится в чертеж хочется чтобы все равно оставалась история живописная соответственно вверх можно вот эти ребра где-то намекнуть все не надо прорисовывать но несколько стоит какая-то толщинка там на этой истории есть вот так начинаются вот эти детали наши собирать все это дело особенно где не хватает контраст это можно все теперь подисправить снизу так потемнее даже сделать детали все решают детали решают в данном случае все пара живых веточек не бойтесь давали какие-то мелочи таких прям даже какие-то фиолетовые не могут быть вниз я всем говорю что когда общий колорит он поддерживает это все какие-то может быть кусочки земли там скалы торчат это вот здесь все может быть маяк мне очень нравится скучный какой-то скучный маяк хочу что-нибудь с ним еще сделать там дверь есть я сейчас разглядел тут еще на нем где он заходит можно нарисовать дверь такую сквозная все скажем так на заборе такая закругленность небольшая то есть можно чуть-чуть закруглить то есть какая-то форма там присутствует и снизу там еще одна линия такая идет если ты не увидишь конструктивная форма самое интересное там еще иллюминаторы есть только сейчас я их увидел на темном здесь еще такие закругленные у нас тут торчащие формы так что поинтереснее было по деталям и все-таки в море хочется чего-нибудь затянуть я сейчас смотрю какого-нибудь чуть-чуть намека на то что все-таки есть какое-то отражение есть как это мне удовлетворяться мне этот общий свет нравится я что-то хочу от большой горы все-таки немножечко здесь какой-нибудь свет вот свет все-но он должен быть каплю хотя бы все каждый рисует даже не знаю чего там рисуют что-то молодцы рисуют Лена не темни уже ствол то есть само здание не надо там уже мочить чего вот вот я посмотрел там все набирает набирает уже там как гуашь стала такая совсем немножечко отражение какой-то вода вода капля где-то под отсвечивает но совсем чуть-чуть потихонечку надо уже привыкать к таким историям сейчас я скотч сниму и пойду посмотрю все-таки что вы там наделали так вот а небо вот сравнялось видите было вроде мохнатое мохнатое а вот когда высыхает становится очень даже мягеньким и очень даже спокойным несмотря на то что вначале было весьма такое даже почти грозовое но красивое по цвету серебристая серенькая вполне себе вполне себе морская такая где-то владивосточная история сейчас я подниму еще идет он резкость вот у нас там как раз ярусные горы чучек тут светит домишечка ну вот друзья все 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 Продолжение следует...